Египет не государство на берегах Черного моря, но его действия указывают, через три месяца плавание у берегов Крыма и к востоку от него будет возможно только на подводной лодке. Это связано с перспективой наступления ВСУ на юге, когда боевые действия сделают такое плавание рискованным. Перспектива наступления ВСУ является и фактором, который удерживает Москву от вторжения в Грузию. Поэтому слова о том, что грузины, воюющие в Украине с рашистами, защищают Грузию от вторжения, это не метафора. Реальность такого сценария вполне осознают и в Москве. Поэтому уже готовятся к выходу ВСУ на берега Азовского моря, блокаде Крыма и Новороссийского порта. Для чего строят схему продажи зерна и нефти на мировой рынок через Иран, куда планируют поставлять их по Каспийскому морю и попытаться через Азербайджан. Выстраивание этой схемы становится все более очевидным, потому что Москва не может ее реализовать без привлечения других государств. В результате признаки подготовки Московии РФ к переносу торговли из бассейна Черного моря в Каспийское становятся все более наглядными. Прежде всего привлекает внимание происходящее в Египте и вокруг него, что и логично, так как он крупнейший в мире стабильный покупатель пшеницы и других зерновых. За его рынок Москва сражается давно и стремится стать на нем монополистом, вытеснив Францию, Украину, Румынию и Болгарию. Это ей более-менее удавалось на сейчас. Коммерческим интересам Москвы добавились и военно-политические в рамках ее усилий по глобализации войны с Украиной и экспансии в Африку. Особенность Египта – закупку пшеницы осуществляет централизованное государство, чем де-факто регулирует цены на хлеб и муку. Стабильность и авторитет правительства прямо зависит от цен на хлеб. Если РФ становится поставщиком-монополистом, то правительство Египта будет таким же заложником Кремля, каким до 2022 были правительства Германии и других стран Европы из-за зависимости от Газпрома. Как будет голосовать Египет в ООН в таком случае по резолюциям о российско-украинской войне? Очевидно. К этому надо добавить заинтересованность РФ в продаже оружия Египту, желание забрать у него два французских вертолетоносца Мистраль, попавших туда в 2016-м из-за российско-украинской войны, поддержку Египтом правительства генерала Хафтера, египетско-суданский спор из-за воды Нила и менее известные мотивы. Так что помимо перспективы прекращения навигации в Азовском и Черном морях, у Москвы много причин, чтобы цепляться за Египет всеми силами, вплоть до продажи ему пшеницы по демпинговым ценам. Новости из Египта позволяют утверждать, что Москва уже договорилась с ним о поставке пшеницы совсем задешево. Правительство Египта 10 марта заявило о своем выходе с 30 июня из Международной конвенции по торговле зерном под эгидой ООН, что удивило всех. Участие Египта в этой конвенции позволяло ему закупать пшеницу по приемлемым ценам. Выход из конвенции, в которой Египет состоял минимум с 1995-го, означает только одно – у него появился очень дешевый и крупный поставщик. Им может быть только РФ. В частности, на это указывает сообщение. В феврале правительство Египта заключило сделку о поставке 240 тысяч тонн пшеницы с компанией Грейнфлава «Зерноцветок», зарегистрированной в Арабских Эмиратах в начале этого года. На сайте «Зерноцветка» указано, что его склады с пшеницей находятся в Азове и Ростове-на-Дону, где ее хранится 200 тысяч тонн. «Зерноцветок» готов поставить крупные партии ее в любой порт мира. Не достает только объявления «Торгуем краденым украинским зерном». На через три месяца «Зерноцветок» и подобные ему фирмы смогут возить что-то со своих складов только через Иран. Это понимают и в Москве, и в Анкаре. Поэтому правительство Турции в феврале заявило, что с 1 марта ужесточит контроль за санкционными товарами в РФ и из РФ. Поскольку такая торговля идет в основном по Черному морю, то это сигнал турецким компаниям сворачивать дела. Так как Турция официально к санкциям не присоединялась, то это заявление можно лишь условно считать присоединением к ним. Ее правительство не может сказать компаниям, что через три месяца любой корабль в Азовском море и у берегов Крыма станет мишенью. Поэтому говорит об ужесточении контроля, полагая, что коммерсанты читают газеты и все правильно поймут. Начнут плавно закрывать сделки, чтобы не делать это через три месяца в авральном режиме. К закрытию этой навигации готовятся и в Иране, который согласился организовать через себя транзит зерна и других товаров из РФ. На это указывает два события. Одно. Заявление Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении к середине мая дипломатических отношений, разорванных в 2016. Если Иран планирует вложиться в организацию транзита по суше и ожидает большую навигацию в заливе, то ему нужны гарантии безопасности судоходства по нему. Дать их могут только саудиты, поэтому нравилось или не нравилось это Тегерану, но пришлось идти к ним на поклон. В результате 10 марта оба государства сделали указанное заявление. На следующий день Иран официально заявил, что купит у РФ истребители Су-35, но не сказал, когда, сколько и почем. Израильская разведка сообщила вроде бы 24 штуки. Так как Москва не может быстро изготовить столько самолетов, если вообще может, то очевидно, речь идет о продаже тех, которые находятся на балансе у ее армии. Согласие РФ, которое уверяет, что воюет не с Украиной, а со всем НАТО, на такую сделку говорит о многом. В том числе и о том, насколько важной становится для нее торговля с Ираном по Каспию и через Азербайджан. Но зная Москву, не факт, что Иран получит от нее больше одного-двух этих самолетов. Торговый флот РФ на Каспии мал, тем более балкеров-зерновозов и не сможет справиться с намечающимися объемами перевозок. Какие-то суда, но не танкеры можно перегнать на Каспий из Черного моря по каналу Волга-Дон. С танкерами есть еще одна проблема. Вывоз нефти из Новороссийска осуществляет греческий флот. Его на Каспий не перегонишь. Если причалы Новороссийска будут разрушены, а осенью 2022-го было показано, что это реально, то Москве останется только возить нефть через Азербайджан по железной дороге в Иран в цистернах. В результате Азербайджан внезапно приобрел для Москвы настолько высокую ценность, что заслонил с собой Армению. И 27 февраля в Баку для переговоров летал Лавров. В Баку его обязали посетить аллею воинов, погибших во время Второй Карабахской войны, дав понять, что иначе никаких плодотворных переговоров не будет. Это вызвало негативную реакцию в Ереване, и там демонстративно отказались назначить армянского генерала в общее командование ОДКБ. В Баку поставили жесткое условие транзит нефти и зерна через Азербайджан в больших объемах возможен только при условии вывода из Карабаха войск РФ и поддерживаемых ими армянских формирований. Поставили в формате сначала вывод, потом транзит. В Кремле это предвидели, поэтому Лавров на пресс-конференции в Баку неопределенно говорил, что Москва на Южном Кавказе следует принципу «не навреди» и ругал ЕС, который, как он выразился, злоупотребляет своими отношениями с Арменией и Азербайджаном. По словам Лаврова, злоупотребление в том, что ЕС продавливает вызывающую серьезное сомнение с точки зрения легитимности свою так называемую «миссию на территории Армении». Новые шедевры российского языка и ума. Поскольку ВСУ пока не в Бердянске и не в Крыму, то в Кремле знают, что у них есть еще время на уговаривание Азербайджана и не спешат. Приезд Лаврова 27 февраля был первой пробой на этом треке, где Москва еще не готова принять какое-то окончательное решение. Лукашенко, в отличие от Лаврова, вылетел 12 марта в Иран, твердо зная, что должен спешить и уговорить персов купить у него калийные удобрения, самим забирать из Астрахани и затем самим кому-то перепродавать. Лукашенко волнуется, если московиты зафрахтуют на Каспии все корабли, то он так и останется сидеть на мешках с удобрениями в Минске. Москва вполне логично начала выстраивать обходной путь на мировой рынок через Иран, и это становится фактором, который будет вынуждать ее корректировать планы по оккупации всей Грузии и разделу Южного Кавказа на двоих с Тегераном. Для Кремля очень заманчиво прорубить военной силой коридор в Иран через Южный Кавказ. Рубка окон и коридоров просто в крови у московитов и предмет их гордости. Но есть две проблемы. Первая. Рубка коридора в Иран имеет все шансы стать настоящим вторым фронтом для РФ после Украинского фронта. Перепуганные крики агентов Москвы в Тбилиси из-за восстания 7-9 марта о том, что они не допустят открытия Второго фронта – это во многом эхо Кремля. Там опасаются, что в процессе рубки в странах Южного Кавказа железных дорог не останется. Без них коридор не коридор, а только способ показать удаль молодецкую и что россияне окончательно встали с колен, а в Кремле совсем сошли с ума. Второе возражение против экстренной рубки коридора. Генерал Залужный никогда не говорил, что операция по освобождению Юга Украины и Крыма непременно начнется с утра по военному порту Новороссийска и тем более по торговому флоту. Такого вроде не обещала даже Люся. Поэтому если после выхода ВСУ к Азовскому морю судоходство на нем прекратится по военным причинам, то возможность для торговцев плавать из Новороссийска вдоль берегов Грузии и Турции сохранится долго. Разумеется, если их корабли будут сжаться к берегу и если РФ не оккупирует Грузию, что может привести ее к войне с Турцией. В этом случае в Москве могут сразу забыть о греческих танкерах с нефтью из Новороссийска и о зерновой сделке. Но это не в интересах Москвы. Поэтому погрозить ракетным ударом грузинам поручили Симоньян, слова которой ничего не значит, а не твиттер Медведеву или кому-то из депутатов Госдумы. Это было пустым сотрясением воздуха, при том, что Симоньян с удовольствием снесла бы Тбилиси, но никто в Кремле и это не позволит, так как дальнейшая оккупация Грузии для него сейчас на начасе. В результате угрозы Симоньян впечатлили только слабонервных россиян, прятавшихся в Грузии от своей родной армии. У Москвы есть два месяца, чтобы выстроить транзит зерна, нефти и других товаров из Астрахани в Иран и его южный порт Абадан. Срок небольшой и то, что в него не уложится, в Кремле знают. Поэтому МИД РФ 13 марта заявил, что готов продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта, но только на 60 дней, а не на 120, как раньше, то есть до середины мая. В Кремле готовятся к наступлению ВСУ и к тому, что плавание в Азовском море и в центральной части Черного со середины мая будет закрыто. Будет возможным только каботажное плавание от Одессы до Босфора и теоретически от Новороссийска до Босфора. Вероятность второго будет определяться уровень агрессии поведения флота РФ в Черном море и уровнем умопомешательства в Кремле. Если он будет невысоким, то возможность каботажного плавания от Новороссийска до Босфора сохранится достаточно долго. Существует еще один фактор, влияющий на ситуацию. Угроза высадки десанта рашистов из Крыма под Очаковым для прикрытия попытки форсировать Днепр с целью снова захватить Херсон. Рашисты, готовя эту операцию, активизировали обстрелы Очакова и местности возле него. Естественной реакцией на это будет превентивный ракетный удар ВСУ по флоту РФ в портах оккупированного Крыма и другим объектам. Поскольку это будет один или несколько превентивных ударов, то произойти они могут на рубеже апреля и мая. Соответственно, всем иностранным торговым кораблям, в том числе под флагом РФ, следует до конца апреля уйти из портов Крыма и держаться от полуострова подальше. Министерство обороны Украины вряд ли разместит в СМИ уведомления о возможных днях таких ударов. В том числе потому, что Министерство захвата ФРФ не потрудилось объявить войну ни 20 февраля 2014 года, ни 24 февраля 2022 года. Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины